Особое мнение на 101FM Еще два года назад очень остро стояла проблема недофинансирования по этой части, именно по части подготовки школ к новому учебному году. Я помню, высказывался на эту тему много депутат УЗС, бывший глава департамента образования Анатолий Чурин. И вот эту проблему, видимо, начали решать. Ну, судя по отчетам чиновников, в прошлом году 60 миллионов, выделили в этом году 120 миллионов. Вы же изнутри это лучше видите. Насколько остро сейчас эта проблема стоит? Удалось ее решить в итоге или нет? Пока не удалось ее решить. Проблема остается очень острой. Хотя, конечно, движение власти в сторону решения чувствуется, но, конечно, предстоит сделать еще очень и очень много. Ну, вот, допустим, по вашей школе, да, если смотреть, то на что денег не хватает, что нужно? Если приводить пример в Ахрушевской школе, то у нас вот 1 сентября заканчиваются сроки предписаний, выданных пожарным надзором и Роспотребнадзором. Но если по пожарному надзору мы выполнили большую часть предписания, но остались невыполнены два пункта, которые требуют примерно около 300 тысяч рублей, то по Роспотребнадзору, несмотря и на значительные вложения, в прошлом году нам давали миллион рублей, еще остается работ примерно на 3 на 4 миллиона по тем сметам, которые мы предварительно подготовили. Поэтому, конечно, финансирование, оно должно вырасти в разы, чтобы снять все вопросы не только там по нашей школе, но и по остальным школам. Ну, а вот заметно, что оно выросло, потому что вот называют суммы-то большие? И после того, как мы перешли в статус областных, вот в прошлом году мы были профинансированы, ну, примерно нам дали миллион рублей именно на исполнение предписаний. Это, конечно, очень большая сумма. Я хоть директором работаю уже 17 лет, с подобными суммами не сталкивался, да, вот как-то не приходилось. То есть для нас это была большая сумма. Для сравнения скажу, что весь Слободской район, мы в Слободском районе, да, он получил полтора миллиона рублей, имел в распоряжении полтора миллиона рублей на подготовку школ и детских садов к новому учебному году, а этих учреждений около 40, то есть или нам дали миллион, или полтора миллиона на весь район. Но только вы в статус областного перешли, да, учреждения? Да, в Слободском районе только мы. Ну, а смотрите, вот не, получается, неисполнение этих предписаний, да, чем оно сейчас вам грозит? Ну, оно грозит тем, что эти надзорные органы могут, конечно, обратиться в суд и потребовать уже через суд, ликвидировать, потому что нарушаются нормативные документы. Это какие-то штрафы, там, это очередные затраты? Да, могут, конечно, наложить штрафы на должностных лиц и на юридическое лицо. Ну, то есть главная проблема – это не учебники, там, это не парты, это вот устранение предписаний, это безопасность, так скажем, да, школьников? Ну, мы настолько привыкли уже к тому, что мы живем в условиях несоблюдения всех этих норм и требований, что глаз замыливаются, и мы на них уже не всегда обращаем внимание. Вот сейчас очень много говорят о национальном проекте образования, о том, что будут выделены гигантские средства на его реализацию. Там называется сумма в районе, по-моему, 800 миллиардов рублей, и расписано, на какие направления эти деньги будут выделены. У меня предложение даже вот такое есть, да, когда я слышу об этих суммах. Вот проходит какой-то нацпроект, а люди, которые слабо связаны со школой, даже родители, которые видят ее только, когда там ребенка привели, там, с учителем общаются, они, вот если их спросить, вот состоялся нацпроект образования, видел ли кто-нибудь из людей, не слишком связанных с школой, что что-то изменилось? Большинство скажут, что они ничего не увидели, потому что это нельзя посмотреть, потрогать там и так далее. В то же самое время внешний вид большинства наших зданий и территорий, он довольно-таки печальный, да, особенно вот в районах, в селах, там, в поселках. Я думаю, что было бы неплохо вот часть средств вот этого нацпроекта образования направить на то, чтобы отремонтировать асфальтовые дорожки. Вот у нас асфальт, он был, наверное, в 70-е годы там положен, и с тех пор он настолько износился, что его практически уже не видно, он весь рассыпается. Там одни камни торчат из асфальта, я представляю. Аналогично ограждения, но вот с ограждениями, конечно, вот, например, Киров проблему решил, Слободской проблему решил, у них бюджеты позволяют построить забор, который сейчас обходится вокруг здания, примерно там, полтора-два миллиона рублей. Можно эту проблему было бы решить. И просто сделать привлекательный внешний вид зданий, отделку, да, современными материалами внешнего сделать, и тогда, ну, любой, кто в этом поселке живет, в этой деревне или в этом городе, проходя мимо, скажет, ну, вот как вот Линтех сделали, да, классно вот на улице Ленина стоит, тогда любой скажет, вот, смотрите, вот нацпроект образования. Каждый его увидит, каждый похвалит власть. Я не понимаю, почему никому в голову не приходит элементарная такая вещь, что вложить нужно деньги в том числе. И в это ведь среда тоже воспитывает. Если ребенок видит, что здание, в которое он идет, оно приведено в порядок, там все красиво, там все современно, он идет по ровным дорожкам, он видит несломанный забор, и ему, ну, как бы, и он себя приводит в порядок, да, он понимает, что вот она, в чем забота-то проявляется. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, вот сейчас идет эта история с ремонтом поликлиник, да, но все же понимают, что если просто отремонтировать и, допустим, не работать над тем, чтобы были меньше очереди, чтобы там не хамил медперсонал, да, результат. Ну, это другая задача, но то, что отремонтировали поликлиники, я это очень поддерживаю. Это вообще здорово, сам тут недавно летом, пока в отпуске был, пришлось обращаться, побывал в нескольких больницах и приятно был удивлен, то есть я годами не был, приятно был удивлен тем изменениям, которые произошли именно во внешнем облике этих зданий, и внутри все очень приятно и здорово. Ну, конечно, проблемы существуют теперь уже непосредственно содержание самого этого здравоохранения, да, в каждой из этих поликлиник. Ну, этот вопрос тоже решаемый, но хотя бы здесь очень серьезная часть проблемы закрыта. Ну, вот еще услышала, опять же, из ваших слов такую вещь, что есть нарушения, да, но нет денег на то, чтобы устранить. И вот знаете, все эти истории, не так давно история в Хабаровском крае, да, когда сгорел палаточный лагерь, в нем погибли дети, начались проверки здесь у нас по городу, да, и ведь это бывает каждый раз, касаемо любой ситуации. Произойдет какая-то история в какой-нибудь школе, не дай бог, конечно, чтобы такое случилось, пойдут проверки по всей России, в том числе в наших школах. Вот не стыкуется же, есть нарушения, а решать их не на что. Ну, потому что экономика в таком состоянии, или, скажем так, приоритеты этой экономики таковы, что деньги почему-то не находятся именно на такие социальные объекты. Хотя, если я посмотрю, например, на самое красивое современное здание нашего областного центра или даже районного центра, то мы увидим, что в блестящем состоянии у нас находятся здания пенсионного фонда, суда, судебных приставов, налоговой инспекции, ну и так далее. А вот на школы и детские сады почему-то денег никогда не находится. Ждать надо чего-то страшного, чтобы они нашлись? Ну, вот к этому как-то получается? Ну, чаще всего, когда происходит какая-то страшная трагедия, и идет большой шум в течение месяца-двух, идут вот эти проверки, идут эти разбирательства, идут определенные отчеты, что-то, конечно, делается, но системно эта проблема, она все-таки на протяжении многих лет не решается. У нас сейчас перерыв, и через полминутки вернемся в студию. Продолжается программа «Особое мнение». Сегодня его высказывает директор средней школы поселка Вахруша Игорь Олин. Игорь Витальевич, ну вот еще одна история страшная, ужасная, которая произошла на этот раз в нашем регионе. Мать убила двухлетнего ребенка, своего ребенка. И опять же идут проверки всех возможных органов, потому что мать состояла на учете, известно было, что она выпивает, ее видели пьяной, ходили каждый месяц с проверками к ним, но ребенка не забирали. В феврале была история, когда мать оставила трехлетнюю девочку дома без воды и еды, и ребенок в итоге умер от обезвоживания. Тогда даже задержали заведующую поликлинику, в которой наблюдалась девочка, потому что врачи, мол, не уследили, что ребенка не водят и так далее. А школа какое-то участие принимает в жизни таких неблагополучных семей? Ну понятно, что здесь речь идет уже о детях, вот семилия, да? Я еще хотел бы перед ответом на ваш вопрос обратить внимание на то, что в последние две недели прозвучала информация, что московская прокуратура инициировала дела о лишении родительских прав молодых семей, которые приняли участие в несогласованных митингах. И даже уже Бунимович, омбудсмен, он вчера выступал довольно резко по поводу того, что это похоже на некий политический шантаж. Но это в том числе и декларация, так скажем, действия. Какие приоритеты, что наиболее страшным для себя считает, к сожалению, наша власть? Для нее гораздо более страшными являются люди, которые выходят на улицу и пытаются там заявить о каких-то проблемах или о своем несогласии с проводимой политикой, нежели вот такие опустившиеся семьи, деградировавшие совершенно, которые ставят под угрозу жизнь собственных детей. Конечно, это случай исключительный, по нему нельзя судить ни о системе правоохранительных органов, ни о системе образования. Но они слишком часто что-то повторяться стали. Ну, может быть, потому что, может быть, они и раньше были просто средства массовой информации, в то время и техника была еще не так развита, старались скрывать, возможно, такие случаи, потому что они ничего хорошего обществу особо-то не приносят. Ну, вроде уж в последнее это время у нас свобода слова не скрывается, ничего. Ну, и, конечно, школы принимают участие, как и многие другие органы системы социальной профилактики в работе с неблагополучными семьями. Здесь возникает вопрос о том, насколько велики возможности школы и педагогов во влиянии на такие семьи, потому что проблема-то возникает в том, что такие неблагополучные семьи, такие мамаши или папаши, они в школу-то ведь не придут. Они где-то живут, они каким-то образом существуют, часто вот в пьяном виде. Что может сделать школа, работая с этой семьей? То есть надо выйти, да, вот в эту семью. Надо выйти в эту семью. Но вот я, как директор, пошлю классного руководителя, какую-нибудь там, не знаю, женщину, молоденькую девушку, которая пришла в спортпедоинститут. Ну, у вас бывают такие случаи, да? Ходите, ходят учителя ваши? Ходят, да. Но вот проблема-то в том, что сам приход порой в такие семьи, он опасен. Если пришел учитель, там какая-то пьянка, там угроза-то не только для детей, не столько, да, для чужого человека, который пришел, кто там начнет о чем-то говорить, да, там кого-то воспитывать и так далее, он сам может быть подвергнут нападению. Поэтому, конечно, подобные рейды возможны, на мой взгляд, только в сотрудничестве с правоохранительными органами. Вы сотрудничаете? Да, обязательно сотрудничаем с полицией, есть специальный инспектор по подразделению по делам несовершеннолетних, есть органы опеки и попечительства, то есть вот эти рейды регулярно проводятся, во всяком случае у нас в Лободском районе они регулярно проводятся, собирается целая группа, вот такая группа, они выезжают, проезжают по проблемным семьям, разговаривают каким-то образом, пытаются воздействовать. Но в любом случае, конечно, я не сторонник, вот даже на фоне таких страшных случаев, изменения политики нашего государства в отношении сохранения семей. Вот это то, о чем недавно Роман Титов сказал. Он как раз говорит, что это причина убийства двухлетнего ребенка матерью, это следствие политики властей. Нет, я считаю, это должно быть настолько действительно уже редким случаем, только в самых-самых исключительных моментах, потому что вот я по своему опыту знаю, семьи всякие неблагополучные тоже видал, но вот в таких семьях, где выпивают родители, и бывают претензии к таким семьям, все равно вот эта любовь родителей детей, она сохраняется. И чаще всего эти дети очень привязаны к таким родителям, проявляют сами о них заботу. Каким-то образом сохранение таких семей, оно способствует нередко исправлению их. Но поэтому вот такая длительная работа ведется. Нельзя вот так прийти, поговорить, да, мы ждем, что вот. Ну, прошла беседа, поговорили одни, поговорили вторые, третьи, что там они исправились. Это очень трудо... такая затратная, долговременная работа. Ее ведут очень многие люди, и в конечном итоге все-таки результатов-то добиваются неплохих. То есть вот если, например, у нас тысяча детей в школе, то на учете состоит, ну, до 20, например, человек, да, при этом через полгода, если там никто ничего не нарушает, мы снимаем, кого-то вновь можем поставить на учет. В прошлом году даже у нас, например, только шесть человек летом оставалось на учете. При этом мы никогда не стараемся скрывать какую-то там статистику, улучшать специально или еще что-то. У нас нет подобных вещей. Потому что и начальство заняло по отношению к этому позицию тоже более правильную, чем она была, может быть, лет 15-20 назад, когда всех только шпыняли, да, и люди старались скрыть какие-то факты. Сейчас этого нет. То есть все стараются работать именно на результат, и часто этого результата положительно добиваются. Но когда-то вот, да, не срабатывает. То есть такие вещи, это как исключительный случай. Обвинять сейчас вот всю эту систему, то, потому что человек там напился, потерял совершенно контроль над собой и совершил такое, но никто же ей в голову не залезет. Я не знаю даже, как в таком случае. Тут психиатр уж должен был, наверное, работать. Но нас же насильно нельзя к психиатру никого направить. Конечно, вот, например, если эту тему развивать, в свое время у нас были так называемые ЛТП, лечебно-трудовые профилактории, куда алкоголиков направляли, и там их лечили. Сейчас эти алкоголики никому не нужны. Если в семье, там, близких родственников, каких-то близких-близких знакомых, друзей не найдется, которые обеспокоятся судьбой этого человека, да, и каким-то образом не примут мер, даже у них-то часто не получается. Раньше вот была действована довольно эта структура ЛТП, конечно, да, потом стали говорить именно о правах, о свободах там человека и прочее, что здесь мы нарушаем свободу человека. Вот свободу пить мы, значит, поощряем. Пусть пьет, это его право. А свободу выйти на улицу с плакатом, значит, у нас вот эта свобода ограничена. Вот это довольно странное отношение к свободам. На мой взгляд, политически это свободы, чтобы страна нормально развивалась, они должны в полной мере реализовываться. А вот свобода алкоголика пить, она должна быть ограничена. И наркомана там, наверное, колодца. Вот этих людей вполне, если он пьет беспостоянно, если на него не действуют никакие меры убеждения, ограничить его в правах и направить на лечение. Не ребенка забирать, а человека лечить. Да, а потом он нормально вернется, и пусть дальше вот семью свою содержит. Сменим резко тему. Новый учебный год, и каждый учебный год обязательно появляется что-то новенькое. Вот в этот раз, ну, я буду сейчас о кировских школах говорить, не об областных, вводят ограничения в Кирове на пользование гаджетами с выходом в интернет. То есть дети не смогут приходить со смартфоном, пользоваться им и на уроках, и на переменах. Раньше, видимо, это делать было можно, можно было какую-то информацию искать, еще что-то. Связано это с решениями, принятыми на общероссийском уровне. Чиновники федеральные посчитали, что пользование гаджетами причиняет вред здоровью, и развитию детей не соответствует задачам образования. Но вся ответственность в этом случае ложится на родителей. Это не полный запрет, как объясняют нам в городе администрации. Можете пользоваться, если вам разрешили мамы и папы. Вот вы как считаете, нужны такие запреты, ограничения вообще? И так ли они должны вводиться? Кому-то можно, кому-то нет. Что это за подход? Мне смешно, когда государственные мужи, депутаты, чиновники высшего уровня начинают заниматься подобными проблемами. Отсюда вытекает совершенно другая проблема, и они сами себя ставят в неловкое положение. В чем? У нас у каждой образовательной организации есть орган общественно-государственного управления. То есть при каждом образовательном учреждении создан совет школы, обычно он называется. Совет школы. Так вот, решать вопросы подобного уровня, связанные с телефонами, это вопрос не национального масштаба. Это вопрос очень узкий, мелкий, и он прекрасно решается большинством образовательных организаций самостоятельно. Это свидетельство о том, что вот чиновники, вот эти депутаты, они даже не представляют, что у нас есть система самоуправления в школах, что может собраться совет школы, вот как, например, у нас собирался, и принять определенные решения, касаемые телефонов. И договориться. И там есть представители родителей, учеников, учителей, и принять прозрачное правило, которое всех устраивает. А расскажите на своем примере, как давно вы его приняли, и как у вас это работает? В прошлом году мы разрабатывали, возвращались точнее, корректировки правил внутреннего распорядка для учеников, и как раз проблема с телефонами возникала, и на совете школы этот вопрос обсуждался, и, в общем-то, он не вызвал особых споров, потому что всем было очевидно и понятно, что на уроках учители имеют право использование телефонов запретить. Но это элементарно делается. Учитель начинает урок или там просто в начале учебного года говорит, на моих уроках телефоны должны быть отключены. Дети, они, естественно, их отключат. Потому что если возникают какие-то конфликтные ситуации, они тоже решаются. Да, они всегда там бывают, но они все равно решаются. Достаточно слова учителя. Достаточно здесь. Это решается просто одним педагогом. То, что там... Конечно, проблема есть. То, что дети очень много в этих гаджетах сидят. А когда вот на переменах дети в гаджетах сидят? На переменах там и так далее. Может быть, конечно, эта проблема существует, но, не знаю, прямой запрет, мне кажется, здесь не особо будет действовать, особенно вот на этом федеральном уровне. Кому-то из родителей, там, кто-то из родителей своему ребенку запретит. Да нормальный родитель, он про этих депутатов ничего не слышал, чиновников не слышал, он уже давно этот вопрос решил со своим ребенком. Потому что я знаю самых разных детей. Кому-то родители именно не доверяют телефоны. Кому-то отключают именно интернет, у него в телефоне нет. Это решает семья. Давайте мы в функционал семьи-то не будем влазить. Мы же скоро будем регулировать там, не знаю, у нас уже и одежду-то регулировали, и прически-то регулировали. И сейчас вот эти пользования телефоном начнут регулировать. Скоро начнут регулировать размеры там клеточек в тетради, или еще что-нибудь. Займитесь своими делами. У нас полно проблем глобальных, которые для страны в целом надо решать. Еще один запрет не так давно тоже был введен. Скоро 1 сентября, но нынче 2 сентября. И в этот день нельзя продавать спиртное в магазинах. Вот опять же, этот запрет на ситуацию как-то повлиял. Вот вы там, вам на месте, что называется, виднее. У нас вообще театр абсурда. Мы не можем десятилетиями решить проблему закрытия каких-то мелких лавочников, которые торгуют, ну, условно, так скажем, боярышникам. То одну точку не успеют закрыть, она появится в другом месте. И ничего поделать никто не может, потому что он предприниматель, он его там под видом чего-то продает. Вот эту проблему никто решить не может. И что 1 сентября, что в любой другой день, там, день трезвости какой-нибудь объявить, всегда найдется определенный процент людей, который найдет этот боярышник, выпьет его и будет пьяный ходить. Это, знаете, просто, это как бы вредительство в отношении нормальных людей. То есть вот... Нормальных бизнесменов вы имеете в виду? Нет, нормальных, обычных людей, вот, я не знаю, ну, день рождения у человека, вот, приедет к нему друг из Крайнего Севера и захочет там, не знаю, захотят они распить бутылку. Ничего в этом криминального нет, но им уже ее не купить. Ну, может, вообще пить, и там разрешили, так ладно, вообще пить, сходят, купят. Но я считаю, что это... На организацию 1 сентября, на мероприятия, которые 1 сентября проходят, это никак не повлияло, да, судя вот по практике прошедшей? Она не очень последовательна, наша политика, не очень последовательна. С одной стороны, вроде бы, да, ну, занялись борьбой с алкоголизмом, с одной стороны, вроде бы, ладно, объявили эти дни, ну, ладно, 4 дня там каких-то в течение года нельзя покупать спиртное. Разрешили. Затем запретили, например, рекламу пива, да? Начался чемпионат мира по футболу, рекламу пива разрешили. То есть у нас нельзя ведь на стадионах принимать спиртные напитки, включая пиво. А когда был футбольный чемпионат, все, оказалось, можно. Давайте будем все пить. Да когда больше воспитательного было воздействия на молодежь? Вот в эти 4 дня? Или в течение вот этого популярного первенства, когда все пили пиво кругом? Мне кажется, вот она у нас не последняя. Мы метаемся из стороны в сторону. Если уж, например, повели политику антиалкогольную, ну, сделали какие-то жесткие моменты, но чтобы это была не профанация, а реальная борьба, забота именно не вреда, скажем, человеку обычному, которому просто помешали. Вот он, например, захотел этот день купить, не знаю, там, пришел в магазин, он не может купить, он злится. А чтобы это-то действовало как раз на определенной целевой аудитории. Помогали бы вот этим больным людям алкоголизмом, ну и проводили действительно молодежную политику. У нас сейчас реклама, полторы минуты, и вернемся в студию. Особое мнение на 101FM У микрофона Мария Кожевникова особое мнение высказывает сегодня директор средней школы поселка Вахруш Игорь Олин. Игорь Витальевич, ну, вот есть еще несколько таких интересных предложений от наших властей, хочется их тоже обсудить коротко. Одно из них – это возможность перехода школ на 12-летнее обучение. Это было одно из тем заседаний Кировского клуба учителей с участием чиновников Минпросвещения России. Мнения разделились. Кто-то из учителей говорит, что это дополнительные затраты для бюджета, потому что еще целый год надо детей кормить, новые учебники и так далее. Кто-то говорит, что это, так скажем, задержка молодого человека за школьной партой, да, он не может вовремя, там, раньше начать зарабатывать собственные деньги, а кто-то ею поддержал, отметив, что это разгрузит школьную программу. Вот вы на какой бы стороне в этом споре оказались? Учитывая, что не так давно в нашей стране был поднят пенсионный возраст, до 65 лет, я бы поддержал сторонников 12-летки, чтобы продлить молодым людям детство. Ничего в этом страшного не будет. Я знаю, в ряде стран эта система используется. Ну, как бы это один момент. Другой момент, согласен совершенно с теми, что говорит, что программы сегодня очень перегружены. Дети наши страдают от этих постоянных огромных домашних заданий, от бесконечной подготовки к различным контрольным, всероссийским проверочным работам АГЭ и ЕГЭ. Света Белого не видит. Один год разгрузил бы действительно программу. Я думаю, что и поколение стало бы более здоровым. Больше бы у него было времени на свободные какие-то занятия. Но опять же, хотелось, чтобы не в гаджетах, а чтобы было больше каких-то возможностей для дополнительного образования. Поэтому вот я сторонник 12 лет обучения. А если вот посмотреть с той стороны, что мир меняется, что мы там все сейчас должны быть очень-очень эффективны, чтобы как-то в нём существовать, нормально зарабатывать, вот не расслабляет ли это такая немного, может быть, облегчённая некий подход? Дети не учатся быть эффективными постоянно, а ну как бы всё просто. Эффективность сама по себе, она не является, мне кажется, ценностью. Это средство. Средство для того, чтобы человек был счастливым. Вот если не будет постоянного напряжения, страха, тревоги у ребёнка, если у него не будет постоянных стрессов, если он будет понимать, что он успевает готовить домашние задания и успевает кучу ещё разных интересных вещей совместно со своими ровесниками, друзьями, сверстниками, учителями, родителями делать, от этого только все мы выиграем. А вы, опять же, находясь внутри системы, видите и понимаете, что нагрузка действительно растёт, да? Потому что мы учились 10 лет в своё время, да, и вроде бы нормально себя ощущали. За это время, видимо, многое изменилось. Да, многое изменилось, и нагрузка возросла многократно, даже если сравнивать с нашими временами. Результаты хорошие, конечно, у ребят тоже есть, но они даются им огромным-огромным напряжением сил. Иногда мне кажется, что некоторые наши дети, выпускники, они уже как выжатые лимоны после школы, и им уже ничего дальше не охота. Поэтому вроде бы прекрасные школьники у нас, ещё неплохие студенты, даже отличные студенты, да, везде всё побеждают. А как дело доходит до производства, то почему-то у нас ничего уже дальше практически не движется. Везде во всём уступаем. Вы связываете это с тем, что из человека уже, выжатые все силы к его 22-м годам. Ещё к одной идее перейдём. Уже наш региональный Минобор предлагает ввести в школах новый предмет региона Вединги. Я процитирую, с чем это предложение связано. «Знание традиций, культуры родного края, гордость за него. Что может быть эффективнее для закрепления молодого человека в регионе?» сказала замминистра. Не, ну, серьёзно? Да, я поддерживаю эти слова замминистра. По своему школьному детству, я вспоминаю, краеведение было одним из моих любимых, оно не столько даже предметов было, а одним из любимых направлений. В силу того, что краеведением занимались очень часто, и в нашем случае именно так было, педагоги-энтузиасты, которые очень любили людей, которые проживали вот в твоей местности, очень любили историю этой местности, и открывали тебе глаза на то, что не всё прекрасное где-то там, где нас нет, где-то далеко. Оказывается, очень много ценного, важного, того, чем ты можешь гордиться, и что на самом деле можешь любить, и что является огромной ценностью, это вот рядом с тобой. К сожалению, потом был период, когда краеведение постепенно ушло из наших учебных планов, и многие вот энтузиасты, педагоги вышли на пенсию, и смены, как правило, не пришла, поэтому восстанавливать вот это направление краеведения, регионоведения, это будет очень сложно. Придётся второй раз входить в ту же реку, что не всегда возможно, да, философ говорил, что это невозможно. Но я думаю, что это всё-таки то, что стоит попробовать. То есть сейчас история родного края, география родного края, она вообще не изучается в школах? Они изучаются как факультативно, возможно, где-то кем-то, да, но это далеко не обязательные вещи, и большинством, я думаю, многими очень детьми не изучаются. На ваш взгляд, это должно быть обязательным предметом, потому что вот разные варианты рассматриваются. Может быть, не обязательным, опять же, но чтобы у школ была возможность эти предметы хотя бы предлагать. Предлагать, ну, больше было бы возможностей у школы именно для внедрения этих предметов. А по поводу вот проблемы с нехваткой учителей в этом случае, как решить вопрос? Их ведь и так не хватает, а тут ещё что? Ну, вот придётся, да, воспитывать целое поколение учителей, которых сейчас во многих местах, наверное, и нет. Кто мог бы, кто знал бы даже историю того края или того города, того посёлка, того села, где он сейчас работает. Придётся восстанавливать это всё, как у нас часто бывает. Было создано, потом всё мы теряем, потом надо всё снова восстанавливать, возрождать, но это будет неплохо. Ещё к одной теме перейдём. В вашем блоге прочитала я статью, которая прекрасно называется «Самая читающая нация теперь слушает алкоголичку Пирожкова». Для тех, кто, может быть, не понимает, алкоголичка Пирожкова – это песня популярная, очень, на Ютубе её посмотрели 56 миллионов россиян. И вы пишете, что это столько же, сколько за Путина проголосовали, да? При этом читать люди у нас перестали. По опросам там 50% не читают. Опять же говорит статистика, да, 50% россиян просто не читают. А вот, Игорь Витальевич, место школы здесь какое? Что происходит-то? То есть школа любовь к чтению привить уже не может? Или есть какой-то другой фактор, вроде алкоголички Пирожкова, которая мешает? Опять же, вспомню, не раз уже сегодня вспоминали наших депутатов. Они почему-то считают, может быть, из своего детства, опять же, так как люди все не молодые, как правило, что школа имеет какое-то стопроцентное влияние на современных детей. На самом деле влияние школы не только в нашей стране, а вообще в целом в мире, оно с течением времени, с ходом времени, с прогрессом, оно уменьшается. Сегодня на молодых людей что только не влияет. И школа далеко не впереди здесь находится. И не учитель. Да, вот влияет, прежде всего, конечно, общественная атмосфера, влияет среда. Не читают родители, не читают ребёнок. Что ещё? Какие есть, вот какие варианты решения это есть, проблемы? Вот этой проблемой повышать, работать над повышением общей культуры. У меня-то там главный вопрос заключается в том, что сегодня у нас возобладала целиком и полностью коммерческая массовая культура, низкопробная часто, которая не под... Культура такая, что она не зрителя подтягивает на новый уровень, да, чем всегда занимались, например, в советское время. Какой бы там, как бы там, каких бы недостатков ни было, но там занимались тем, что подтягивали людей на новый культурный уровень. Начиная как после революции гражданской войны ликбезы организовали, ликвидацию безграмотности, так и впоследствии. На это работали детские журналы, телевизионные передачи, прекрасные фильмы, книги. А у нас всё ниже, ниже, ниже уровень, потому что человек, который, так скажем, не развит, у которого не эстетическое чувство, чувство прекрасного не развито, он будет вот покупаться на подобные вещи. Ну, вроде смешно, давайте посмеёмся. Больше ничего, кроме зубоскальства и отсюда не выносишь. Хотя, конечно, эта вещь, она пародийная, я ничего против этой песни не имею. Она сделана талантливо, но вопрос в том, что... Проблема-то в том, что сегодня, если мы все слушаем такие песни, но не читаем, куда мы катимся? Время нашей программы подходит к концу. Спасибо нашему гостю, Игорю Олину. До свидания и доброго дня всем слушателям. Спасибо, Мария. Особое мнение на 101FM Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok